Ну, начнем с того, вот я так думаю, и я более того, я знаю, что на Западе никакой специальной антирусской кампании не ведется. Я часто бываю в Европе, я часто бываю в Америке, я смотрю там телевизор, я хорошо понимаю на нескольких языках, и поэтому говорить, что там есть какая-то такая вот чудовищная волна пропаганды, это неправда. Волна пропаганды есть как раз в России, и мы все это видим на федеральных каналах буквально часами, иногда далеко уже в середине ночи, все еще продолжается пропаганда. А на Западе, да, иногда упоминают, что в России произошло то-то и то-то, но никаких таких вот ток-шоу, как у нас, когда десятки людей каждый день говорят одно и то же, такого ничего подобного нет, никакой там пропаганды нет. Вообще, отношение на Западе к России, вот я так думаю, и это, в общем, на самом деле так и есть, только одно, чтобы Россия, ну, скажем так, чего-нибудь не набедокурила, да, не устроила какого-нибудь, не знаю, там, атомного взрыва, войны там и так далее. А в принципе, живите как хотите. В общем, Россия никого особенно не волнует, как, впрочем, и никакие другие страны, пока они не делают чего-нибудь опасного, да, и, например, в Америке, вот я слежу за новостями и каждый день читаю газету New York Times, их волнует там Эбола, вот это их волнует, их волнует, что происходит в Судане, потому что Судан очень опасная страна. А Россия их волнует, поскольку здесь какие-то происходят события. И очень редко Россия попадает на первую полосу New York Times. Ну, когда убили Немцова, да, конечно, попало, потому что это крупное убийство, очень такое резонансное убийство. И, конечно, об этом говорили все. Но говорили два дня и забыли. У них, опять же, свои проблемы с мексиканцами, с иммигрантами и так далее. Поэтому говорить, что Россия находится в центре западных новостей, это неправильно. И это типичный такой пропагандистский подход.